Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре сегодня 16 марта, вторник, и сегодня мы подведём итоги республиканского трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». А после поговорим о правильном питании и о похудении с диетологом-нутрициологом. Не забывайте, что мы работаем всегда только в прямом эфире, так что смело звоните нам по телефону в студию и задавайте свои вопросы. Телефон прежний – 320066-32166. А также вы можете задавать свои вопросы по WhatsApp-номеру 8-900-64-428-8818. В эти дни в нашей республике завершился региональный трек конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Конкурс этот проводится по всей стране уже четвёртый раз. И кто стал призёром республиканского этапа, мы узнаем у Василия Павлова, ректора Малой академии наук нашей республики. Василий Климович, доброе утро. Доброе утро. Итак, на днях вы подвели итоги конкурса. Кто стал победителем? Да, это произошло вчера. Мы это сделали в открытом эфире также, на нашем YouTube-канале. Было очень интересно, потому что много было участников со стороны наших партнёров. Это разные организации, которые нам помогают. И, соответственно, у нас получились такие пять победителей. Это Слободчиков Павел. Он из Мигиногангаласского Улуса, из школы Павловской школы, который сделал замечательную работу по исследованию озёр своего края. Это слега, да, слега. И эта работа очень сложная. Она была проведена несколько лет, проводилась, начиная там химический анализ всего, да, почвы и воды и прочее, экологические, суссекция так называемых диатомовых водорослей. Ну, очень сложная, но интересная и, скажем, настоящая научная работа. Потом, значит, по направлению современной энергетики у нас победителем стал Лаптев Максим. Это мальчик из города. Он работает у нас часто в дворце творчества, детского творчества здесь в городе, да. И он вместе со своими друзьями создал стенд-тренажёр для обучения школьников. Микрогрид — это по направлению такое очень интересное, инженерный довольно проект, да, но оценивается у нас индивидуальный вклад участников, и вот по нему эксперты выбрали Лаптева Максима. Мальчик из Сунтар, Кырелов Виталий, он учится в 10-м классе в Сунтарской политехническом лице-интернате, и он сделал интересную работу по материалам новым, называется пеносиолит. Это физические свойства, турбодинамические, турбистические, вот этот материал он сравнивал, использовал, то есть исключительно интересная работа. Он очень эффективно выступил, уверенно рассказал о очень таком научном стиле, поэтому это очень понравилось. И он, значит, представитель из далекого Улуса, победил как раз в республиканском треке, что очень для нас отрадно. И второй такой же победитель у нас есть, айтал Мукчана Пахомов, он из маленькой деревни Ленского района, да, и он сделал очень интересный проект. Он учится в 11-м классе, сделал проект, связанный с строительством домов. У него проект двухуровневого дома, где он сравнивает и температурный профиль, и энергетические возможности сохранения тепла в этом доме. То есть очень интересный сам по себе проект. И последнее, Петрова Каролина, она, значит, уже из Хатасской школы, сделала очень интересный такой проект, связанный с тушением мяса. Ух ты! Такой инновационный проект тушения жеребятин называется, да. И она сделала буквально полностью проект в научном стиле таком, да, и доказала... Хотя тема кулинарная. Да, ну, кулинарная тема, но очень интересная в плане того, что измерение полностью в каком состоянии, значит, продукт, да, это уже относится к пищевой науке, да. Это очень сложная и очень важная отрасль науки, да, которой вот как раз этим занималась Каролина. Так что нам очень отрадно, что эти ребята победили, и они получили Петрова Каролина, Виталий Карелов и Павел Слободчуков. У нас со стороны нашего Министерства образования и науки, значит, приглашение на Всероссийский центр отдыха детей в океан, это на Черном море, очень известно. А кто поедет в образовательный центр «Сириус» в Сочи? Да, это самый интересный тот, значит, ребята, которые... Продолжение следует... Потому что работа довольно сложная. Она идет с каждым, значит, ребенком, который обратился через эту систему, который прошел как раз региональный трек. Региональный трек просто дает доступ, да, возможность того, чтобы победители и призеры могли, значит, туда принять участие в этом финальном отборе, да. И, соответственно, призеры, может, даже не победители, могут быть приглашены, да. И это было уже несколько раз у нас, да. Например, в 2019 году у нас шестеро ребят, многие из них не были победителями, были приглашены в «Сириус», где они стали, наоборот, победителями Всероссийского финального этапа. Ну, получается, у многих ребят есть шанс попасть в «Сириус». Есть второй замечательный шанс, и они могут работать напрямую с экспертом «Сириуса» и попасть на финальный этап, который состоится в июле месяц. А что дает участие уже вот в «Сириусе»? Участие в «Сириусе» — это удивительное такое событие, потому что оно довольно продолжительное. Это 24 дня, плюс 2 дня — это приезд и отъезд, фактически 26 дней. Проводится это в очень замечательном районе, где Олимпийская деревня. Образовательный центр «Сириус» находится на четырехзвездной гостинице «Сириус». Оно прямо находится рядом с морем. Ребята там живут. Потом их отвозят каждое утро в 9 часов в так называемый Большой парк культуры науки. Это бывший медиа-центр Олимпийской деревни на Сочи, где ребята работают уже по группам. Они разделяются. Всего 400 детей бывает там, приглашенных на финальный этап. И эти дети отбираются от числа 60 тысяч, 70 тысяч участников в финальном этапе. И там они работают по 60 направлениям с самыми известными и важными экспертами, учеными в данной области. Рука в об руку. И делают с ними вместе экспериментальные проекты. И, соответственно, после этого, например, по направлению космической индустрии, инженерии, ребята проводили очень интересные работы с «Энергомашем», со всеми ведущими компаниями, которые работают реально в области нашей космической индустрии. И у них был урок с космонавтами, например. После этого они были приглашены на стажировки в эти компании и получили именные направления в самые важные вузы нашей страны. Ну, это замечательно. Потрясающе просто. Василий Климович, скажите, пожалуйста, а вот этот конкурс «Большие вызовы» чем отличается от научно-практической конференции «Шаг в будущее»? Вот наша республика, она, в общем, является пионером в проектно-исследовательской деятельности детей. И мы уже 25 лет проводим, как вы знаете, конкурс, очень флагманский такой конкурс, так сказать, Индикика Харды имени профессора Ларионова Владимира Петровича. Это проектная деятельность. Фактически, выход вот тех ребят, которые стали победителями на нашем республиканском конкурсе Индикика Харды «Шаг в будущее», это и есть выход на федеральный уровень через «Большие вызовы». То есть, фактически, «Большие вызовы» стали дополнением существующей нашей флагманской программе, которая фактически участвует, большое количество детей, 14 тысяч, 15 тысяч детей каждый год участвует в этом проекте, связанном с большими вызовами, фактически, получается, через «Шаг в будущее». Ну, можно смело сказать, что Малая Академия Наук стала таким вот образовательным центром. Какие планы у вас на будущее, какие мероприятия вы думаете провести в ближайшее время? Ну, Малая Академия Наук уже превратилась в региональный центр по работе с одаренными детьми. Фактически, мы считаем, что каждый юный исследователь одаренный человек, то есть, каждый школьник нашей республики, он одаренный, он должен быть, показать себя, найти вот эту одаренность. Для этого очень просто. Мы создали портал, через который вы можете, ребята, включиться в нашу деятельность. Он называется ЛК-14. Вы заходите туда, заводите свой личный кабинет, открываете его и активно участвуете в наших проектах, разных пишете заявления. Естественно, значит, мы вас всех примем, кто вот заявился. И мы осенью этого года открываем официально центр, учебно-лабораторный корпус, который будет у нас основным, значит, действующим местом для регионального центра, который создан по модели Sirius. Естественно, мы в 2022 году еще готовимся к международным интеллектуальным играм, которые пройдут во второй раз у нас, в Якутске. Для этого сейчас проводится большая работа. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Я поздравляю всех ребят, которые выиграли в республиканском треке конкурса «Большие вызовы». А нашим телезрителям и радиослушателям напоминаю, что мы беседовали с Василием Павловым, ректором Малой Академии наук нашей республики и подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы». Сейчас мы прерываемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь. И не забывайте, что мы работаем для Вас всегда только в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы своим нашим гостям. Я напоминаю, что через минуту в этой студии появится врач-диетолог-нутрициолог. Мы поговорим о правильном питании и похудении. Телефон в студии прежний. И, конечно, вы можете задавать вопросы по WhatsApp-номеру. WhatsApp-номер прежний. 8-964-428-8818. Звоните, пишите нам. Доброе утро, дорогие друзья! Вся программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. На календаре сегодня 16 марта-вторник. Весна в самом прекрасном ее проявлении. А этот период – отличное время для того, чтобы организовать правильное питание. Ведь мысли о том, что не за горами лето и пляжный сезон, подстегивает желание сбросить лишний вес. А как это правильно сделать без вреда для здоровья, нам расскажет врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Савина. Доброе утро, Анастасия Дмитриевна! Доброе утро! Вы нутрициолог. А что такое нутрициология и что она изучает? Нутрициология – это наука, которая изучает взаимодействие питательных веществ и их влияние на организм. Если говорить простым словом, то нутрициология изучает такие вопросы, как приемы пищи – это режим, состав продуктов, которые должны быть в рационе, их сочетаемость и, соответственно, их влияние на наш организм. Если более узко брать, то нутрициология – это практика питания. Это когда уже составляется конкретная программа питания под запрос каждого человека. А в чем отличие нутрициологии от диетологии? Ну, нутрициология – более широкое понятие. Как я уже сказала, это наука питания. А диетология изучает… Это медицинская наука, это часть клинической медицины. И изучает влияние лечебного питания, лечебных столов на организм человека, целью восстановления его здоровья. То есть диетологом может быть только врач. Здесь обязательные условия – это базовое медицинское образование. Диетолог, как правило, работает в медицинской организации и отвечает за организацию питания медицинской организации. составляет рационы питания, лечебные столы, следит за качеством продуктов питания и за приготовлением пищи. А где применяется знание нутрициологии? Может быть, вы этому обучаете? Да, я провожу онлайн-школу здорового питания на бесплатной основе. Примерно это занятие состоит из четырёх занятий в течение четырёх дней по вечерам на платформе Zoom. И за анонсом вы можете проследить на моей страничке в Инстаграм «Консультант по питанию Якутска». Где я даю азы именно рационального питания и помогаю людям разобраться, понять, что такое правильное питание и поменять своё пищевое поведение. А как правильно питаться, чтобы похудеть? В чём может помочь нутрициология? Как я уже сказала, нутрициолог работает под запрос каждого человека. Если запрос есть на похудение, то есть на избавление от лишних килограммов, то, соответственно, нутрициолог начинает работу с анализа того рациона, который есть у человека, выявляет аминокислотный профиль рациона для того, чтобы выявить, какие дефициты у человека на сегодняшний день могут быть и как это влияет на состояние его здоровья, изучает его образ жизни, это тоже очень важно, и его двигательный режим. И с учётом всего этого составляется такая комплексная программа питания, где включаются пищевые, учитываются пищевые пристрастия человека, обязательно вводится чёткий режим питания, делается помощь в разборе продуктов питания, чтобы человек понимал, какие продукты полезные, какие продукты вредят здоровью. Обучается человек также тому, как надо готовить технологии приготовления питания, да, и здесь важно даже учитывать и двигательную активность, и режим сна, отдыха, и вводный режим, вот всё в комплексе. И если это будет всё в комплексе, то, конечно, здесь уже избавление от лишних килограммов, этот как положительный бонус идёт, кроме того, что человек приобретает ещё, укрепляет своё здоровье. Получает какие-то правильные привычки, да? Да. Мы сейчас вот говорим о питании, питание, правильное питание, да, а вот чем оно отличается от диеты? Это одно и то же или это разные термины и разные вещи? Да, это совершенно разные вещи. Диета – это всё-таки более такое узкое понимание питания. Диета, оно практически, ну, за исключением некоторых серьёзных заболеваний, не может быть пожизненной. Диета – это ограничение питания по времени, может быть, и также может быть ограничение по некоторым нутриентам. Да, сейчас особо модные есть диеты для похудения. То есть это низкоуглеводная диета, когда углеводы совершенно исключаются из рациона. Или низкожировая диета, когда жиры убираются, что в корне неправильно. И, как правило, после того, как человек целью избавиться от лишних килограммов, садится на какую-то диету модную, как правило, через некоторое время эти килограммы возвращаются, а бывают и в двойном размере. То есть получается, если мы говорим об ошибках при похудении, это как раз вот садиться на диету, полностью исключать углеводы или жиры, да? Вообще какие ошибки чаще всего встречаются при похудении? Ну, чаще всего самая первая ошибка – это вот садиться на диету, на любую диету, да? Не надо, как говорится, заводиться на эти новые модные диеты. Вторая ошибка – это когда исключается какой-то важный нутриент, вот жиры или углеводы. Они важны. Углеводы – это энергия, которая нам даёт силы, да? Только надо понимать, какие углеводы правильные, какие надо их кушать, в каком количестве и в какое время. А какие вот правильные углеводы? Правильными углеводами мы считаем медленные углеводы. То есть это те продукты, такие как крупы, цельные крупы, зёрна. Это бобовые, да? Это, например, гречка, да, может быть? Да, гречка, перловка, фасоль. Также это зелень. Любая зелень – это тоже углевод, овощи, ягоды и фрукты. Это все углеводы. И эта группа продуктов обязательно должна быть в ежедневном рационе человека для того, чтобы мы получали энергию для нашей жизнедеятельности. Но вот булочки, хлеб – это тоже даёт нам энергию. От них нужно отказываться тогда, да? Да, булочки хлеба, особенно хлеб белый из муки высшего сорта – это рафинированный продукт, да? Это простой углевод, это тот самый углевод, который нам даёт моментальную энергию. Энергию вот сейчас, вот беги и спасайся. Сейчас всё-таки современный человек живёт в комфортных условиях. Нам не надо убегать от саблезубого тигра, да? Если мы не спортсмены, мы увлекаться простыми углеводами, особенно рафинированными продуктами, нам абсолютно не стоит. Мы их должны ограничивать для того, чтобы сохранить здоровье своей поджелудочной железы хотя бы. А вот вы сказали, если мы не спортсмены, то есть спортсмены могут этим питаться, да? Хлебом, булками? Да, да. Если спортсмен, особенно профессиональный спортсмен, конечно, углеводы в их рационе обязательно есть. Они дают быструю энергию. Как раз они спокойно могут их съедать на завтрак, через полтора-два часа идти уже на тренировки, где идут такие колоссальные нагрузки, и он всю энергию там выплеснет, да? То есть излишки в жир это не отложится. Здесь оно как бы показательно даже. Но мы простым людям, у которых малоподвижный образ жизни, конечно, это вся лишняя энергию уходит лишний килограмм. Вот при просмотре кулинарных передач, роликов модных блогеров, рассказывающих о ЗОЖ, о питании, что мы увидим? Устрицу, черную икру, артишоки, спаржу, фрукты, суперфуды и другие, да? Которые может позволить себе далеко не каждый, да, житель нашей республики, вот как можно похудеть недорого. Да, это самый такой, такой, самый, скажем так, популярный миф о здоровом питании. Что здоровое питание – это очень дорогое удовольствие, это могут позволить себе только богатые. На самом деле не так. Для того, чтобы здорово, то есть питаться, использовать для здоровья, не обязательно нужны питаться суперфудами. Здесь самое главное, в ежедневном рационе должны быть четыре группы продуктов. Первая группа – это мясо, птица, рыба, яйца – это животный белок. Вторая группа – это уже молочный белок, молоко и кисломолочные продукты, как сыр, творог, йогурт, простокваша, сорок. Так, третья группа – это растительный белок, это вот цельные крупы, бобовые, орехи, семечки, да. И четвёртая группа – это вот как раз зелень, овощи, ягоды и фрукты. Вот, если это разнообразие есть в нашем ежедневном рационе, то, в принципе, мы будем получать все нутриенты в достаточном количестве. И эти продукты, они ходовые продукты же питания. И, в принципе, они дорого не обходятся. Мы же гораздо больше денег тратим на конфеты, на печенюшки, пряники, тортики, пирожные, сахар варим, запасаем кулями, рис там шлифованный, закупаем тоже мешками. На это гораздо больше тратится денег на самом деле. Вот вы сказали рис, то есть рис не входит в группу тех продуктов, с помощью которых можно похудеть. Да, к сожалению, сейчас в основной массе продаётся рис шлифованный, да. Практически рис, который полностью зародушевую оболочку убрали. То есть всё, что содержит витамины, минералы и так далее. И поэтому шлифованный рис, он превратился в простой рис. И он моментально нам даёт энергию, излишек, очень много, очень высокий гликемический индекс. Он также вызывает риски подъёма инсулина. Ну и, соответственно, если мы такой рис кушаем каждый день, да, то, конечно, у нас могут быть проблемы уже с лишним весом. А какой рис тогда следует покупать? Вот если вот я люблю рис, да? Ну, если для того, чтобы это не было так прямо затратно для финансов, семейного финанса, то это пропаренный рис. То есть рис, который прошёл специальную обработку и сохранил до 80% своих питательных веществ. Но этот рис раз в неделю, да? Два раза. Но не каждый день. Пропаренный рис, он продаётся в таких вот пакетиках. То есть вот такой вот рис я могу покупать и дважды в неделю максимум можно употреблять. Да, во время обеда или на завтрак. Это тоже зависит, в какое время углеводы кушать. А могут ли в этом вопросе, в вопросе похудения, помочь БАДы? И вообще, что вы можете о них сказать? БАДы – это биологически активная добавка к пище, да? Это, в общем-то, очень хорошая продукция, учитывая, что, допустим, они сейчас продаются в капсулах, продаются в разном виде, и они там содержат минералы, комплексы минералов, комплексы витаминов. Но чтобы БАДы помогли, нужно иметь здоровый кишечник. Про БАДы мы поговорим после небольшой паузы рекламной. Не переключайтесь. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы врачу-диетологу. Говорим о похудении. А мы продолжаем беседовать с врачом-диетологом, нутрициологом Анастасией Савиной. Напомню, говорим мы сегодня о правильном питании и о похудении. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний – 32 0066 32 1166. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю по поводу того, как правильно похудеть. Анастасия Дмитриевна, ну и продолжая тему БАДов, насколько важно их принимать, если хочешь похудеть? Дело в том, что сейчас очень агрессивная реклама идет БАДов, и тем более очень агрессивная продажа идет БАДов. Поэтому все-таки для того, чтобы принять решение, применять БАДы или нет, это нужна помощь нутрициолога. Нутрициолог – это тот самый специалист, который знает все о БАДах. И с учетом вашего рациона, с учетом ваших дефицитов, состояния вашего здоровья, может вам подобрать соответствующий БАД. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день, говорите. Это Усалдана, Сандаман Дьякана. Очень приятно. Да, хочу задавать по-якутски. Усалдана, Сандаман Дьякана. 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 Спасибо за звонок, Анастасия Дмитриевна. Да, я тут полностью соглашусь. Вопрос о том, что мы, коренное население, все-таки имеем такой белково-липидный обмен веществ. И это совершенно правильно. Мы живем на крайнем севере. У нас очень суровые условия. И для того, чтобы выживать и при этом сохранять своё здоровье, конечно, в нашем рационе должны быть и белки натуральные, да, и жиры обязательные. И я здесь полностью согласна, что вот это увлечение, да, БАДами, особенно увлечениями такими порошками, да, порошковой едой, когда они полностью заменяют приём пищи, это в корне неправильно. И нутрицолог, и диатолог вот такой никогда не посоветует. Это против природы человека, я с вами абсолютно согласна. Поэтому, если БАДы нужны только в том случае, если нужна помощь в особых условиях, вот среднеусловно, среднездоровому человеку БАДы не нужны. Ему достаточно питаться правильно, употреблять и белки, и жиры, и наше мясо, и рыбу, и всё, что нам даёт наша природа. Так что вы правы, вы правы, я абсолютно с вами согласна. А что по поводу вегетарианцев, которые вот, причём они местные жители, да, но получается, что в их рационе нет привычного нам мяса, рыбы, и они едят овощи и фрукты? Да, конечно, это очень суровое испытание на Крайнем Севере быть вегетарианцем, да, потому что исключается полностью животный белок. Животный белок, он содержит все незаменимые аминокислоты. Растительные белоки не содержат все незаменимые, там и идёт дефицит по возьмению незаменимым аминокислотам. И, как правило, кто на вегетарианстве, они, чтобы поддерживать своё здоровье, как раз живут и на БАДах. Так, во-первых. Во-вторых, вегетарианце совершенно противопоказано детям. Вот до 18 лет ребёнок растёт, ему необходимы и белки, и жиры, чтобы у него полноценно развивались все внутренние органы и системы. У нас в студии снова есть звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я насчёт омега-3 хотел спросить. Правильно ли его использовать ежедневно или с какой-то срок? И какая дозировка, наверное, да? Спасибо, это очень актуальный вопрос. Омега-3 – это незаменимая жирная кислота, которая нашим организмом не вырабатывается. Мы его получаем только извне с пищей. И поэтому, конечно, сейчас очень актуально, кто начинает задумываться о своём здоровье, всегда, в общем-то, приходит к этой мысли. Вот так ли необходимо омега-3? Хочу сказать, что омега-3 содержит в большом количестве морская рыба холодных морей, которая развивалась в естественных условиях. И если в нашем рационе два раза в неделю мы кушаем такую рыбу, это очень хорошо. Но хочу ещё сказать, что всё-таки мы, местное население, любим кушать жеребятину. Мы любим кушать свою говядину, да? И наши коровушки, и наши жеребята. Они же на травяном откорме, и поэтому их мясо тоже содержит достаточное количество омега-3. И если в нашем рационе есть продукция мясная, мясная, то, в принципе, омега-3 мы получаем в достаточном количестве. А что по поводу витамин-Д? Сейчас тоже очень актуален этот вопрос. По СМИ муссируется, что нужно в этот период, постковидный период, обязательно принимать витамин-Д? Ну, витамин-Д, да. Витамин-Д, к сожалению, мы живём на крайнем севере. Тут солнце видим практически очень малое количество. И поэтому витамин-Д в нашем рационе должен быть ежедневно. И извне получается, да? И извне. Мы его получаем только извне. И ежедневно в профилактических дозах рекомендуется принимать витамин-Д детям до 7 лет. Это по 1000 международных единиц. Школьного возраста это 1500 международных единиц. А взрослым людям целью профилактики заболеваний пожизненно всю жизнь 2000-2500 международных единиц уже рекомендуется принимать. Пожизненно, ежедневно принимать по 2000. И летом, и зимой, да. У нас в студии снова звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я хочу, наоборот, пополнять. Но это у меня не получается. Второй вопрос. Сейчас продают очень активные казахстанские нано-бальзами. Насколько неэффективны? Второй вопрос. Спасибо. Да, к сожалению, наравне с проблемой лишнего веса идет параллельно абсолютно не уступая эта проблема недобора веса. С этим я столкнулась, когда стала практиковать как диатолог. Да, действительно, это есть. Но здесь надо разбираться, с чем связан недовес, почему идет дефицит веса. Возможно, есть какое-либо заболевание. Возможно, идет заболевание органов пищеварения. То здесь уже диатолог будет работать наравне с другими врачами. Во-вторых, это может быть конституцией самого человека. Все зависит, какой у вас дефицит веса. И здесь, конечно, можно подобрать специальную программу питания и поработать и по набору веса. А что касается вот этих новых технологий, Казахстан, вы сказали, да? Я честно скажу, я про них не знаю, поэтому точно я сказать не могу. Но в любом случае, в случае снижения веса и набора веса, мы обязательно должны начать с естественных процессов. Мы обязательно должны начать с правильного, рационального, сбалансированного питания. И потом уже задуматься о БАДах. Так ли они необходимы. Анастасия Дмитриевна, а вот для набора веса можно ли употреблять пищу фастфуды? Нет, потому что фастфуд – это рафинированная еда. Это еда такой глубокой промышленной переработки. Это еда, которая вредит нашему здоровью. Почему? Потому что там очень большое количество добавленного сахара, во-первых. Во-вторых, никогда человечество в таком огромном количестве сахара не поглощало, как последние 50 лет, наверное. И там используются транжиры. Это та самая третья группа жиров, которую мы в нутрициологии совершенно не рекомендуем. Это синтетический жир, который получен промышленным путём. И он не распознаётся нашим организмом, как еда. Поэтому наш организм его выводит практически не выводит, очень медленно. А вот эти транжиры, они в каких продуктах содержатся? В бургерах, вот этих, да, или где ещё? Транжири — это очень много названий, да, специальный маркетинговый ход, видимо, чтобы запутать народ. Это тот самый наш любимый маргарин, который мы кладём в нашу домашнюю выпечку. Соответственно, вся промышленная выпечка, когда выпекают пирожные, торты, туда и идёт маргарин. Далее, это спреды, да, это дешёвое сливочное масло, спреды. Особенно мы любили его кушать 90-е, нулевые, когда у нас ситуация была аховая. Это комбижир, кулинарный жир, это растительный жир, это всё транжиры. Поэтому любая промышленная выпечка, это в своём составе содержит транжир. Если мы думаем о своём здоровье, конечно, мы должны переходить на домашнюю выпечку, где можно использовать сливочное масло, сметану, йогурт, вот такие натуральные продукты. А если я вот сяду на правильное питание, через какое время я замечу в себе изменения фигуры? Абсолютно через неделю. Так сразу же? Да, сразу. Потому что правильное питание – это не только ваш рацион, это режим, это водный режим, это двигательная активность, это режим сна. И, конечно, в комплексе, если это всё будет, то человек при правильном питании в неделю теряет примерно полкилограмма жировой ткани. Не мышечной ткани, а именно жировой ткани. Плюс уходит лишняя вода, ну и, соответственно, сразу это видно на объёмах и на самочувствии человека. Что ж, огромное спасибо вам за полезную и интересную беседу. Я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что сейчас мы говорили о правильном питании и о похудении с врачом-диетологом, нутрициологом, кандидатом медицинских наук Анастасией Савиной. Я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Арина Сукуева, за режиссёрским пультом Екатерина Голикова, Михаил Эверстов. Всего доброго.